Смотрите, место алкашное, да? Вот, смотрите. А теперь сюда. Вот, это ещё не всё. Тут ещё один, да? Вот, ещё грибы. Вот, в алкашном месте и у дороги, где их нельзя собирать. Вот так вот, такая вот несправедливость. Главное, хорошие заразы. Просто, смотрите. Хорошие заразы, да? Грибы хорошие. Их уже, правда, кто-то жрёт, но... Хорошие, да? Благородные. Благородные грибы. Вот такие вот дела. Наконец-то нашёл. Более-менее благородные грибы. Ой, так я и думал, что они будут в алкашных местах. Груст, нень, ко. О, какие собачки побежали. О, какие собачки. Сказалось, сами здоровые собачки, а лапки такие мелкие такие. Пик-пик-пик, лапки такие. Не, даже более того я скажу. Более того. Даже сыроежка есть. В одном месте сразу 10 грибов. Вокруг вот этого вот костра. Вот так вот. А вот сидр такой я впервые вижу. Какая-то вежа. Помми, рояль. Ну, он российский похож, да? Нет, уже более похож на настоящий сидр, чем остальное из магазина. Вот, рекомендую. Моментальное уточнение, да? Чтобы не было лохануста, да? Чтобы не говорить, что я лоханулся неправильно. О, вежа. Это Беларусь. Витебская область. Город Шумирина. Улица Северная. Вот. Вот такое, да? Просто этикетки переклеены. Не смывают этикетки. И клеят потом сами. Вот. Это уже или клеят в России, скорее всего, клеят вот эти этикетки в России. Или сразу заказывают, да? Чтобы клеили российскую этикетку. Вот такое вот дело. А акцизов нету нигде. Ну, и на пиве нету. А тут... Нет даже импортной вот этой наклейки, да? Типа, как русская выглядит, а на самом деле белорусская. А печати РБ нету. Вот тут должна быть печать РБ. Вот в этой, да? Вот такая слабоалкогольная, да? И пивные напитки. Пиво, и пивные напитки. Сидоры и что-то там, да? И нету даже белорусского. Это какая-то паленка, похоже. Обычно на белорусском специальная такая наклейка есть на всем вообще. Даже на пиве. На сидоре-то тем более должна быть. Не знаю. Не знаю. Ну, вроде вкусняшный. Похоже, специально для России сделано, кстати. Вот. Такие дела. Спасибо. Спасибо.